Друзья, перед началом этого видео я хочу рассказать вам, что у вас есть возможность получить 15 очень крутых и эффектных фокусов с гипнозом. Эти 15 фокусов расположились в две небольшие книги, и обучение этим фокусам находится там полностью на русском языке. И вы можете получить это абсолютно бесплатно прямо сейчас, это специально для моих подписчиков, по секретной ссылочке, которая будет находиться в описании. Поэтому переходите прямо сейчас и получайте 15 очень эффектных фокусов с гипнозом. Ну а мы переходим к демонстрации сегодняшнего фокуса. Итак, для начала мы попросим зрителя сказать стоп. Запомни карту, покажем ее в камеру. И теперь просто назови мне значение этой карты, без масти. Что за карта? Туз. Туз, отлично. Смотри, если вот так вот немножко потрясти, то в колоде перевернется какая-то карта. Давай посмотрим. О, это туз черви, да? Перевернулся. Это не твоя карта, но это один из тузов. Давай пробуем еще раз, если потрясти еще немножко. И посмотреть, что у нас вообще произошло. О, туз крести перевернулся. Но это тоже не твой туз. Давай пробуем потрясти еще немножко. Посмотрим, что в этот раз. В этот раз туз пики перевернулся. Но это тоже, мне кажется, не твой туз. У тебя, соответственно, чисто по методу исключения туз Буби, правильно? Ну и вот он, разумеется. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет очень прикольный фокус с четырьмя тузами. Но зритель изначально не будет знать то, что это фокус с четырьмя тузами. Это проявится лишь в конце. Опять же, вы можете использовать любые другие карты. Ну и, разумеется, поставьте лайк на это видео, если вам фокус понравился. Ну а если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Также для показа фокусов вам понадобятся качественные карты. А такие карты можно найти в магазине 54cards.ru Там есть огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские. Также есть мой фирменный набор Неро Янг, в который входит колода Bicycle Standard. Лучшая колода для фокусов. Самая классическая, офигенная колода. Также несколько специальных, бонусных, трюковых карт к этой колоде. И обучение на фокусы с этими специальными картами лично от меня. Ну и, разумеется, от меня вы получаете промокод на скидку 5% на любую вашу покупку в этом магазине. Ссылка в описании, там же и промокод. Ну а мы переходим к обучению на сегодняшний фокус. Итак, для этого фокуса вам нужно взять 4 одинаковые карты с одинаковым значением. Ну, например, 4 туза. И подготовить их особым способом. А именно, мы берем 3 из них. Этот пока что уберем в сторонку. И нам нужно вот так вот между этих тузов положить по карте. То есть, как вы видите, они у нас перевернутые. И между ними находятся обычные карты. И теперь под низ вот этой стопочки мы берем оставшегося туза вот таким вот образом. Сейчас объясню еще раз, как выглядит подготовка. Случайная карта лицом вниз, туз лицом вверх, карта лицом вниз, туз лицом вверх. Карта лицом вниз, туз лицом вверх. И после этого последний туз лицом вниз. И все это дело мы кладем вниз колоды вот таким вот образом. Теперь мы готовы показывать фокус. В принципе, фокус достаточно простой. И все, что вам нужно научиться делать, это навязывать вот эту карту зрителю. И в принципе все. Как это работает? Мы делаем подснятие swing cut, которое выглядит следующим образом. Таким образом я мизинцем придерживаю то место, где находится вот эта карта. То есть смотрите, большой палец идет сюда, в правый нижний угол, средний палец в правый верхний угол и указательный подснимает где-то половину вот так. То есть мы подснимаем пол колоды, приблизительно, можно чуть меньше, можно чуть больше. И отдаем, вот таким вот хватом забираем, отдаем в левую руку. Ставим мизинец и накрываем вот так. Все готово. Теперь просим зрителя сказать стоп, пролистываем колоду вот так и просто просим его сказать стоп. Он говорит стоп. И ваша задача здесь не слишком вниз опускать колоду, не слишком вверх, где-то посередине, чтобы когда вы пролистывали, он не заметил перевернутые карты. Но когда вы будете листать быстро, никто на это не обратит внимания. То есть просто скажи стоп, он говорит стоп, вы снимаете с вашего мизинца, где бы стоп он вам не сказал. То есть листаем стоп, сняли с мизинца, дали запомнить и вернули в колоду. Все. То есть ваша подготовка сейчас находится в середине колоды карт. Что мы делаем далее? Мы просим зрителя назвать значение карты без масти. Соответственно он вам назовет туза. И вы после этого делаете там щелчок или какое-нибудь движение. Я делаю вот так. И начинаете медленно листать верхнюю часть, пока не дойдете до первого туза. Важная задача не листать очень быстро, иначе вы можете запалить несколько тузов сразу. То есть вы листаете аккуратненько, пока не дойдете до первой карты перевернутой. Аккуратненько ее выдвигаете, чтобы здесь у вас осталась лишь одна карта. Выдвигаем вот так. Потому что дальше у нас идут тузы. И если вы их запалите, вы в принципе не сломаете фокус. У вас проявятся как бы все три туза, кроме туза зрителя. Но мы хотим проявить их по отдельности. Соответственно после этого вам нужно просто большим пальцем двинуть блок где-то из шести карт. Вот таким вот образом. И пролистать дальше. То есть таким образом мы прячем тузов оставшихся и вытаскиваем только этого. Просто вытаскиваем. Показываем. То, что это туз Буби. И говорим, так, но это все равно не твой туз. И убираем его в сторонку. При этом запоминайте, каких тузов вы доставали. Либо кладите их перед собой, чтобы было хорошо видно. После этого листаем дальше снова. Ну то есть делаем вот такое движение. Листаем аккуратненько. Доходим до следующего туза. Аккуратно его выдвигаем. Здесь у нас тоже такая же ситуация через одну. Поэтому не засветите следующую карту. Сдвигаем блок. Листаем дальше. Туз Крести. Но это тоже не твой туз. И соответственно убираем его в сторону. После этого снова листаем. Ну то есть сделали там движение. Листаем. Туз Пики. Здесь уже можно это делать абсолютно аккуратно. Но в этот раз вам нужно положить его вот сюда. Потому что следующая карта будет туз Черви. То есть вам нужно его переложить вот сюда. И убрать в сторонку. И теперь вот эта стопка идет под низ. Чтобы туз Черви оказался сверху. И теперь вы просто называете зрителю. То что он выбрал туза Черви. Чисто методом исключения. И теперь вы можете проявить вот этого туза любым способом. Как вам больше нравится. То есть абсолютно без разницы какое проявление вы будете использовать. Просто покажите ему то что вы нашли этого туза. Вот в принципе и весь фокус. Я надеюсь вам понравилось это видео. Если это так не забудьте поставить лайк. Разумеется подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропустить новые видео. Смотрите предыдущие видео. Ну и всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok